да я первый этап мицелляркой потом хлоргексидином обрабатываю реснички они там спирта ж нету в составе в хлоргексидине этаж антисептик и когда клиенты ходят месяц с ресничками не снимая их то надо продезинфицировать хорошо когда вот очень грязные ресницы прям очень очень грязная туда я пенкой а так и мицелляркой вытираю пенка я инлей пользуюсь вот это была на курсе у предкота тоже а наш за этот за хлоргексидин тоже рассказывала что всегда пользуется хлоргексидином у искусных у них чистая пенка и отправлять умываться и все но это же по поводу праймера сейчас обезжириватель я как бы праймер всегда использую в работе было на курсах у предков здравствуйте было на курсах у предков она против праймера типа праймер использовать только в тех случаях до понадобности типа что праймер у нас же как бы служит быстрой сцепки я когда как шпаты ли закончились то я так удобнее очень очень редко я два глаза работаю когда там очень редкие ресницы и когда у меня в основном все девочки в туалет ходят после первого глаза поэтому смысл клеить заклеивать до серого их придется снимать я всегда разметку ставлю да я без разметки не работаю сейчас праймером я праймер в работе всегда использую какие вообще самые такие вот вопросы которые вас беспокоят вот в работе о чем вот я работаю только спать внизу спать внизу полуобхват такой да да вот в некоторых случаях слева справа вот сбоку под пост постановка у меня когда допустим ресничка на нижнем ряду вниз растущие то я или сверху или вот слева справа а так в основном всегда микро каплей на микро каплю когда аж плавно вынимая что все равно остается малюсенькая капелька и самое главное еще при работе с микро с микро каплей когда ставите ресничку пучок на ресничку чтобы движение были плавные натуральную ресничку что что просаживаете или прикладываете просаживаете или прикладываю прикладываю потому что есть те что то что формата не я не промазываю я поставила она сцепилась и все и работаю дальше так мы возьмем ну это же все зависит от постановки пучка вот направление изначально нужно сразу выстраивать направление сейчас будете смотреть я вот допустим поставила ресничку если она стала не так как мне надо ее сразу снимаю я не пропускаю а потом работаю дальше а потом как бы возвращаюсь как некоторые возвращаюсь переделывать я изначально мне надо чтобы она все стояла до перпендикулярно натуральные реснички роста натуральные реснички ну не меньше чем два часа два два с половиной максимум три но есть такие случаи когда реснички очень густые я прорабатываю все ресницы то у меня три с половиной максимум есть девочки с которыми работаю ну и плюс слезятся глаза дергаются глаза это все плюс время или клиент разговорчивый просишь давайте не будем разговаривать потому что это дольше по времени хорошо пять минут проходит опять начинает говорить но и ты понимаешь что понятненько на анагеновые реснички но тоже смотря какой случай если пол глаза анагеновых ресничек то нет а если там ну несколько штучек туда поставлю меньше длину на на два размера до два размера короче потому что мне даже по себе сужу как мне наращивают и когда нет но не работаются анагеновыми ресничками и нож через день два три уже торчит лучом то как не крути я вырываю потому что меня это раздражает что она не так как надо торчит да нет нет никогда я в одном изгибе не работаю я те где максимальные длины у меня я всегда беру изгиб более закрученный или же наоборот если вниз растущие ресницы во внутренней части я беру более подкрученные здесь более прямой тоже все зависит от роста натуральных ресниц и естественно от пожелания клиентам конечно если хотят прям лесу лесу такую вытянутую только в этом случае работаю одним изгибом но это это такие крайние редкости любом случится цешка мне больше нравится во внешней части как она смотрится и тоже момент момент как они будут выглядеть через неделю цешка наш как будто бы закрывает глаз будет расти и все равно не так смотрится как или элька элька и цешка тоже миксую не скульптором не работаю уже давно прака очень много не знаю как для ленточников я ручник да не раз в разнобой и разные длины вот первая половину глаза ой половину планшетки они хорошие были а такое чувство будто бы во второй половине что-то пошло не так и не у нас все все лежат у меня такие крайние крайние случаи сейчас я работаю аврора и лексом это такие два моих пока что фаворита во в роли мне единственное не нравится что длины не соответствует семерка как восьмерка и так далее до открываем ласк закрывай ну и влекса тоже свои приколы тоже брак попадается мне вообще на курсе у прятку работала коричневыми а в миксах они коричневые еще хорошие а там где отдельные длины это конечно я так намучилась а четыре с половиной часа работала когда могла там за три с половиной максимум идеально работу сделать но у меня лично мне нет закрываем бы по теории я я все знаю я я только единственная по здоровью мастера там несколько пунктов себе вынесла зад итог с организма без маски да я не могу маски работать не могу себя вообще заставить работать в маске ложу ложу до антиаллергенный этот спрей но гель мне больше нравился на гель и не смогла найти как-то закончился у меня гель и такое чувство будто бы у всех поставщиков он закончился взяла спрей то спрей мне не очень нравится она искусственные ресницы что-то можете на искусственные усилители мажу только в тех случаях когда клей плохо работает обычно предков за то что там типа искусственные обязательно там чем-то промазать ничего не говорила спиртом типа обезжиривать ничего не мне кажется промазывать нужно только в тех случаях когда работают на планшетках и планшетки лежат да там на каким на каком-то открытом месте да когда реснички в планшетке мне кажется как бы особо в любом случае когда промазываешь спиртом клей все равно же быстрее работает то же самое как усилители тоже спиртовая основа и клей работает быстрее я сейчас работаю на барбаре на elegant это было на чемпионате и в подарочном наборе была она а я работала до этого на него но он настолько токсичный это же просто нереально токсичный и в один прекрасный момент у меня на его заканчивается и тут стоит барбара я конечно боюсь экспериментировать с клеями потому что у меня года два назад эксперименты закончились месяц чуть больше месяца работала бесплатно потому что всем переделывала да вот ну пришлось проэкспериментировать я очень довольна осталась вот вторую банку взяла сегодня третье уже принят привезут очень хороший секунда секунда но на его тоже секунда но этот быстрее даже чем секунда он прям хватает очень быстро сейчас я разметку сделаю мы сделаем максимальную длину 11 не я пою я приехала со своим клеем да и работала на своем потому что привыкла уже к одному сделаем натуральный эффект натуральный эффект и скорее всего 4 3 4 да я думаю потому что густота хорошая тут 4 ряда неполных ресничек да я только с короткие я еще пятерку четверку бывает руками как вы легко легко вот в технике прядка я попробовала маленькие длинные я не смогла в своей технике ну естественно она все же привыкаешь я думаю к прядку техники можно привыкнуть со временем но менять что-то я как бы не ехала с целью поменять свою технику потому что меня все устраивает и геометрия пучка и и все получается хорошо отступы минимальный нет минимальный да у меня аллергиков нету и таких прям что допустим некоторые рассказывают что там зудит после процедуры там или чешет ой не чешется немножко подпухают такие вот легкие признаки аллергии то у меня таких нету клиентов поэтому отступ делаю всегда минимальный пучок у меня в по геометрии он допустим 5d он 45 миллиметров не больше пяти ну тут где-то четыре с половиной вот сейчас 5d закрывая глазик сейчас тоже период линки у всех куча пушковых ресниц у вас ваших клиентов до есть такой период какой-то непонятный по постановке пучка у меня каждая последующая ресница смотрит в том же направлении что и предыдущие да я у меня нижний ряд сразу а потом уже работаю с другими рядами пальчики вставляю у меня пинцет практически не работает то есть пинцет закрыт легонечко приоткрываю и пальцами я как будто бы вот проворачиваю пучок и он раскрывается видно и получается равномерное раскрытие между вилочками вы имеете ввиду ножку ну нож когда у меня где-то не более двух миллиметров всегда понимаете да она тут и так поднимается открывается глазик с подтяжкой века я не работаю нет у меня есть пальцы я пальцами все это дело делаю так надо но вот так Продолжение следует... С какой длины минимальной начинаете работать? Восьмерка. Семерки. Ну сейчас шестерку купила. Какой фирмы? Я брала лавли. Маленькие лавли брала, но что-то мне не очень... Ой, лавли мы только говорили. Вот на курсе у прятка. Это они настолько испоганились. У меня вон закупила. Силиконов? Лежат. По-моему, да. Я, кстати, что-то не обратила внимания. Коричневые. И тоже прятка говорит, сколько раз им там жалобы писала. Да нет, тут не написано, силикон или нет. Креатив. Силикон зелененький. Эти, нет, это коричневые. У них же коричневые. Нет уж подразделения, как в черных силиконах. Говорит, сколько раз им жалобы писала. Они говорят, вы просто не умеете работать с ресницами. А я говорю, вот коричневые сравнить лекс и коричневые скульптор сравнить, которыми я работала. И лавли. Так лавли вообще, я же говорю, на помойку просто выкинуть хочется. И такое чувство, будто бы смазаны чем-то таким, что клей даже не берет. Не остается вот эта микрокапелька на ресничке. А начинаешь цеплять к натуральной, вообще сцепки никакой нет. Прямой ветусов, изогнутый у меня EvoVip. А субботина не пробовали? Не пробовала я, как бы, пинцеты меняю только тогда, когда он упадет, и все, и не пригоден. А так, она же, все равно привыкаешь к пинцету настолько, что... Я вчера думала, у меня сердце станет, как он упал первый раз за... Когда я его купила, прошлой весной, ну, за год первый раз упал. Думала, все, жизнь закончилась. Ну, как привыкаешь к новому пинцету, и работа, скорость работаешь, увеличивается. Прорабатываете одну зону, да? М? Прорабатываете одну зону, одиннадцать. Да. Ну, я сейчас на десятку перейду. Мне, конечно, не нравится, что глаз не закрыт. Мне маленькие длины очень нравятся влекся. Я миксовку купила от 4 до 7, то я очень довольна. Прорабатываете одну зону. Прорабатываете одну зону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, кто организатор, но судьи все как раз такие хорошие, адекватные... Продолжение следует... С популярных... Известных... Тут еще проблемка номер два, найти модель, конечно... Понаписывала девочкам, которые были у прятка моделями, вообще ресницы настолько идеальные были... И глаза, и ресницы... Прям как на подбор... То не получается у девочек... Продолжение следует... Угу... Вот я в бок... В бок завожу и точно так же вывожу... И получается он микрокапелька на пучочке... В этом на второй глаз вы сможете подойти уже тут поближе... Смотреть... Ни в коем случае... Когда вы дотрагиваетесь капелькой клея... На пучке дотрагиваетесь к какой-то поверхности... Уже начинается процесс полимеризации... Вот... И естественно вы поставили на ресничку... Сцепка прошла... Но носки-то не будет уже такой, как хотелось бы... Если у вас... Вы взяли много клея изначально... Вот... Всунули пучок... Я не знаю... Я или выбрасываю, или повторно... Вот... Большая капля получилась... И повторно опять ввела... И медленно вывела... И все... Эта капелька остается... Так... Носка... Вот у меня вчера девочка была... Две с половиной недели прошло... Она пришла подклеить... Потому что она улетает... Ну там процентов 10 выпало ресниц... За две с половиной недели... Но микро капли я начала работать недавно... Я где-то... Где-то... Где-то не знаю... С осени где-то начала... Для этого вы тоже обмакивали? Да... Обтирала... Тяжело переучиться было, да? Конечно... Когда рука тянется... Вытереть... Об патч... Или... Об... Этот... Об камушек... Вмакаете совсем чуть-чуть, да? Половинку ножки... И клей же... Он по инерции подтекает в пучок... А когда... Вмакаешь... Весь пучок... Всю ножку... Точнее... То получается... Ну... Грязная работа... Недавно поменяла форму ногтей... Тоже так долго привыкала... У меня были острые... Я же привыкла ногтями... Помогать... А тут... Лофа закончилась... Книжечка... 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 Да... Дело личное... Кому заходит... Кому не заходит... Кому-то заходит... Два глаза сразу... Мне допустим... Неудобно... Два глаза сразу... У меня наоборот... Когда я два глаза сразу делаю... Они получаются разные... А так... Когда по одному... Тут же два глаза... Разные получаются... Только из-за того... Что... Или разметка неправильная... Или направление теряется... Потому что... Когда... Начинаешь заваливать... Реснички... Все равно... Минус один размер... Получается... Вы клеите... Корсет... Корсет... А потом... Как начинаете... Подряд идти... А потом... Когда... Какую захочу... Захочу... Верхнюю... Верхнюю... Среднюю... Тут уже... Не главное... Нижний ряд... Чтобы был... Каркасик... Чтоб я уже на него смотрела... И отталкивалась... Какую... Где длину поставить... Чтобы... Была ровная... Ресничная линия... Так... Так... Ура... Продолжение следует... 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 как мне допустим чем нравится снизу он допустим вниз растущие ресницы для примера когда ставят сверху и человек смотрит в профиль да вот эти ресницы торчат а когда ты с поднизу ставишь или допустим светлые ресницы девочки любят черные то он уж видно очень когда сверху ставишь вот и допустим все мои клиенты они наоборот любят что не видно своих ресниц вот так не добьешься если сверху там ставишь или слева справа не добьешься чтобы спрятать их закрывай глазик и чем мне тоже нравится спад низу вот я люблю даже чтобы мне наращивали спад внизу люди которые любят ковыряться в ресницах да вот почувствует какую-то вот зацепочку и начинается щелк 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 а когда ресничка спад низу поставлена то они уже если будут там лазить пальцами ничьи не почувствуют нажать слоечка если какая-то есть нету вообще нету вот в работе спад низу честно у меня никогда отслоек не было потому что ты четко приставляешь приставляешь основание реснички порядку допустим работает сверху только сверху только когда очень густые ресницы туда слева справа она говорит то она стояла за мной наблюдала говорит смотрю говорит и так хочется сверху поставить горит вниз не могу смотреть лет как ты вот это спад низу я говорю я наоборот не могу сверху мне намного легче спад низу уже когда привыкаешь говорю к одной техники а она как у кого я проходила курсу не чапаренко свет это она говорила что работать когда спад низу носка намного лучше тут наверное скорее всего только этот факт что от слоек не будет при работе спад низу если сверху ты поставил и ты же до конца не видишь легла она не легла полностью особенно когда вниз растущие ресницы так что же с нашим глазом тут открывается как-то как закатывается много у этого складочка такая так что мы видим мы видим Если вы не разрешаете, да, если вы как-то формируете пучок, вот это и ставите хоть раз, да? Что, можете? Да. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У меня была такая каторга, то постоянно ныло, что у меня выходных нет, а тут сделала неделю выходного. Ну там три дня как бы в Днепре было, то обучение нету. А потом я уже аж думала пойти по салонам, спросить на подработку, там хотя бы пару человек в день. Потому что, не знаю, как-то уже настолько привыкаешь. У меня был выходной 7 января, и типа сегодня. Только как-то бывают такие какие-то периоды, наверное, из-за того, что нет выходных. Да, скорее всего, цены надо повышать. Да вроде же нормальная цена. Какие у вас цены? 300 классика, а где 350 и выше. Ну нормально, а куда выше? Что есть в кривом роге и выше. Да нет, ну понятно. Есть 3D 500 у нас в кривом роге. И люди ходят. А она уже не работает, Селтик, говорят. Кто мне говорил, что она с января перестала работать. Только ламинирование. И обучает, да? Угу. Я просто уже пробовала по-разному. Я вот так пробовала, как бы. Я вначале так делала корсетом. А потом уже заклеивала остальные подряд. Но мне больше времени занимало так. Ну тут, я же говорю, дело такое. Зайдет, не зайдет. Я наоборот, книжечкой работала так долго. Из-за того, что ждали, пока высохнет? Я не знаю. Уже не было склейки или что? Я даже не знаю, из-за чего. Но дольше, где-то на минут 40 получилось. Хотя я же говорю, прорабатываю, что так все, что так все. А чего нет? Да, понятно. Ты же потом перепроверяешь. У меня подряд подъехать. А, вы, получается, в конце, да? Ну да. Я сразу центр, а левый глаз наоборот. У меня сразу идет внутренний угол. Работаю. А как прятка делает? Как она рекомендует? Или такого она ничего не говорила? А, тут тоже. Но она единственное сказала, если вы привыкли вот так вот работать, ни в коем случае не меняйте. Если это не влияет, если качество работы хорошее, то ни в коем случае не меняйте, потому что потеряете качество, скорость. У меня вот тоже самое было на курсе у искусных. Вот, допустим, я левый глаз, ой, правый, иду от центра. Сейчас быстренько найду ресничку. Правый глаз иду от центра, и уже от центра иду к внешнему углу, к внутреннему углу. А левый глаз у меня все подряд. Иду от внутреннего к внешнему. То Нестеровская говорит, типа, нельзя так делать, вы же потеряете качество работы. Думаю, да не, у меня вроде такого не было. Думаю, ну ладно, попробую, как она сказала, точно так же, как ты правый делаешь, от центра к внутреннему, к внешнему, точно так же левый. И все, и я зависла. Я давай снимать, потому что у меня там получается разнобой какой-то. то выбивается, то торчит, то не так стоит. Ну и в итоге я вот то поснимала, и давай по-своему делать. И получилось все как обычно, два одинаковых глаза. Да, если, конечно, страдает, вот получается два разных глаза у девочек, там бывает приходят на обучение и жалуются, то, конечно, пробуем разные техники. Бывает, вот обучили там одной технике, допустим, каркасом, и девочки не знают даже, что такое книжечка, что такое поочередно, что такое деление на четыре зоны и работать в четырех зонах. Но все равно на курсе сразу видно, какая техника зайдет больше. То же самое пучкование. У меня было такое, что две девочки приехали с Италии на обучение. Одна работала в ленточной технике, вторая в ручной. Посмотрела на их пучки, в итоге одна уехала с ленточной, стала ручной, а вторая с ручной стала ленточной, потому что пучки идеальные получаются, просто в других техниках. И ленточной тоже иногда, когда легкие клиенты, когда времени у меня много, то бывает работаю, но все равно привыкла к ручной уже. Ну, тем не менее, я пробовала на ручной переучиться, потому что панова на ручной рекорд поставила. Ну, по скорости. Но я не могу, вот это руками, я не могу. Панова, разве на ручной? Не на ленточной? Не на ленточной. Да, я не была на обучение, но в ленточной началась. Селтик тоже рекорд поставила. Какой? Она же тоже в ручной технике была. По скорости? Угу, угу. Тоже за 45 минут, по-моему, или за сколько она там? Серьезно? Угу. Она так говорит после. По-моему, никто не знает про это. Она выставляла когда-то. Я не знаю, по-моему, год назад, или когда она выставляла. Я еще удивилась. Еще и писали там, что типа, там, где она участвовала, что писали, что без потери качества, проработка стопроцентная. Думаю, ну как? Это с какой скоростью надо вот это двигаться? И как, ну, не знаю, пучки, мне кажется, стопроцентно идеальные не получатся. Да, да, неравномерно будет. А нет такого, да, что как применяете прям по времени четко? Не, просто когда, да, перестает уже работать так, как изначально. Ну, это примерно, не знаю, 30-50 минут так и получается. Бывают такие дни, что вообще очень быстро оно засыхает. Вообще непонятно. Влажность. Влажность нормальная. Как сказала тоже вот, ну что, единственное, еще тоже повыносила с курса предко. Вот это что же, работа с клеем. Когда девочки приходят сильно надушенные, то клей перестает работать, так как работал до. И реально я вот начала замечать. Вот было у меня на днях, три клиентки пришли, прям я работала с открытым окном, потому что таким сладющим были надушены, что я уже не могла дышать. А четвертая пришла, и вот клей вообще не работал. Я уже думаю, ну что, влажность, все нормально ж. Этот и четвертая пришла вообще без духов, и клей просто летал. Ну и плюс праж, баланс межресничный, тоже ж он влияет. У нас тоже, когда шесть парикмахеров красок, и два маникюра пивят. А у вас не отдельный кабинет, вы в одном зале? Мы, Таня, мы сидели с Валей, дверь открывали, ну и просто сидим, как бы в теме типа. Ага. А потом стали закрывать, потому что реально не работает. Ну, перестанет работать. Все краски замешают, и все. И тоже было у меня такой случай, недавно девочка с покраски пришла ко мне, и тоже, то же самое, клей вообще не работал. Тоже ж перебрала все варианты, которые могли бы быть, повлиять на работу клея. И тоже вчера девочка, моя постоянная клиентка была, клей вообще не работает. Говорю, месячные есть, нету. Говорю, а когда будут? Да завтра должны. Понятно. и вместо два с половиной часа я делала почти три с половиной. тоже, я же говорю, поездишь по курсам, кто что говорит. У искусных это, нестеровская, говорит, что ты это, судорожно тут клей смешиваешь, его не надо смешивать. Я говорю, ну как? Она говорит, уже клеят такой состав, что их не перемешивают. Типа, вот утром перемешал, открыл и все. Я говорю, ну они же все равно осаживаются, это сажа, сажа, да, осаживается. Утром перемешиваются, не расслабятся, да? Да, да, я же тоже у этой, у предко, ну я как бы, я же говорю, я как смешивала, так и продолжаю смешивать, потому что когда-то попробовала не перемешивать, тоже кто-то мне такое говорил, что не надо, и посыпались у девочки ресницы, потому что, я же говорю, ну в любом случае, как вот это двухфазные, вот эти средства для волос, да, разделяются все равно на фаски, клей, тоже шубриотко задела эту тему, то она, у нее аж глаз там дергаться начал, говорит, как это надо его перемешивать, говорит, если бы можно было перелить без потери вот этого, что в прозрачную баночку, без потери состава, в котором оно там стоит в баночке, то можно было бы увидеть, как оно разделяется на фаски. Я прозрачным не пробовала, единственное, чем я еще вот попробовала поработать, это новый вот этот нео торнадо, ой, нео лавли, понравился, быстрый в работе, но в носке не знаю, но прядко говорит, что очень хорошая носка. А Виктория Клеопатра? Работала раньше, ну вообще я летом работаю на Клеопатре, всегда, а зимой нет, зимой вот я получается на чемпионат брала Клеопатру, а потом, ну естественно, что работать ее надо, то носка намного хуже у девочек была. А что? Не знаю. Вот по сравнению с нео, я же говорю, я на нео работала все время, но нео, я же говорю, он настолько токсичный, я уже, меня просто не то что обсыпает, и горло печет, дерет, и... Слеза пошла. Ага. Ну она ж не впитает, так как салфеткой, допустим, есть девочки, у которых светочувствительность, и слезы текут, текут, это квашня тут, патч розетта, салфетки, салфетки и работаю. Меняю каждый раз, вот вижу, она уже раскисла, салфетка, убрала, новую положила. Просто подложите салфетку? Да, с двух сторон, с внутреннего, внешнего угла, да. И, и отлично, и все равно, вот где-то через минуток 30-40, после начала работы, останавливаются слезы. Ну это ваше мнение, они влияют на носку эти слезы? Конечно. Слезы во время процедуры влияют на носку, после уже нет. Если вы уже нарастили и слезы пошли, то это никак не влияет, а все равно в составе слезы белок, а белок с клеем не дружит. Поэтому у меня есть такая девочка, клиентка, у которой очень текут слезы во время процедуры, просто нереально текут. Она только глаза закрывает уже вот такое вот болото. Я всегда ее беру на последнее время и всегда я с ней не меньше 4-х часов работаю. Это она у меня одна, бывает и 4,5 я с ней работаю. Вот. И мы всегда вот, я жюю и салфетки, и все подлаживаю, и все равно всегда мы спустя недельку встречаемся и доклеиваем, потому что по полглаза нет. Обидно. Да, ну, я ее пыталась уже отменить от себя, отгородить, но слезно просит. Приходится работать. Иногда я аж в азарт в такой вхожу на ее глазах. Типа справлюсь, не справлюсь. А еще они пушковые, прозрачные у нее. Ну, короче, тяжелые. Я классику не делаю, 2D 350, 3D 400, 450, 500. Голливуд. Ну, думаю, тоже поднимать цены, потому что работа с утра до ночи и уже работаешь из-за того, что жалко отказать, потому что тоже новые клиенты позаписывались, а старые тянут до последнего. 1 марта пишут, а до 8 марта есть места? А сколько лет вы работаете? 3,5. 3,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 6,6. 6,6. На чемпионате проверяется. Пинцетом залазят. Ну, сразу полезла, да. А потом... Потом дергала, смыкала на отслойке. Вот отпадут, не отпадут. Насколько крепко они же там приклеены, реснички. Потому что на чемпионате точно так же проверяют на качественную работу. Я участвовала вместе с Селки, когда она в Кривбасе участвовала. Ага. Она была минированием? И как? Ну, в Кривбасе, я не знаю, у меня даже никогда желания не было пойти. Ну, я заняла второе место как мастер, но там было очень холодно. Это было в театре Шевченко прямо на входе. Ну, реально. Морозака такой, что это капец. Ну, мало участников. Вновь сидела Фищук. Наташа была. Вот это наша Наташа. Участвовали? Да. Ну, Лев Фищук тогда ничего, по-моему, не взяла. И Наташа, по-моему, ничего не взяла. У кого еще из таких Шевченко не будет? Нет, ну, было человек, я не знаю. До 20-ти, наверное, было. Ну, а тут, где я была, то было около 100 человек. В каждой номинации? Ну, вот в 2D было почти 70 человек. В 2D номинации? Да. Ну, конечно. То, конечно, такой стресс был. И думаешь же, не знаешь силы других участников. Ну, конечно. Ну, за 5D, да, я вообще даже ни на какое место не рассчитывала. Почему? Ну, я была с дороги. Это мы приехали в 12 ночи в Харьков. Мы до 3 ночи не спали, потому что, ну, пока покушали, пока туда-сюда заселились. И в 6 подъем уже. И у нас еще дорога очень тяжелая была. Мы чуть в аварию не попали. Мы там такой стресс пережили еще. Водитель пошел на обгон и навстречу фура летела. И он вылетел в кювет. А, это же как раз точно я вспомнила. Это же тогда мастер-класс еще должен был быть. Чего ж мы и перенеслись. Да. Вот. И вот это с 8 утра мы были уже на регистрации. И до полдесятого вечера мы там были. Спать настолько хотелось. Во-первых. Во-вторых. Глаза пекли. Я ресницы там свои повырывала, потому что у меня настолько слезились. Я просто ничего не видела. Я не видела отступ, какой я ставлю. Вообще ничего не видела. У меня вот это, что в 5D получилось сняли баллы за площадь соприкосновения, потому что у меня клей не работал. Взяла два клея, а не тот, не тот не работал уже на 5D, потому что уже куча людей было. это получается. Там вообще ничего не было. Это же в подвале было, в гостинице, в подвальном повещении. Это было очень жарко, влажность была 17-18%, я вообще с такой влажностью никогда не работала. Вот такое. для себя вынес уроки. Для опыта. Да. Я тоже на модели ложу руки тогда. Она мне говорит, что происходит с тобой вообще. Она знает. Я вообще руки не могу собрать на ней. Еще тоже взяла две пары патчи, одни приклеила. Ну, тонкие вот эти недорогие. Рядом сидит Оля Буйева. Смотрю, не может никак приклеить эти патчи. Я говорю, возьми мои, такие хорошие. Отдала ей подберут модель на проверку. Говорят, дайте ей патчи пару. А я же все. Ага. Я говорю, прикольно. Я говорю, дайте кто-то хоть шот. Такие-то дали вот эти там убогенькие. Ну, ничего. Ну, вообще, конечно, да. Думаю, лучше бы я этот день поработала. Я тоже напарница пошла и тут пришла и по сей день уже сколько прошло полгода после чемпионата. Вот это, что было. Я ей говорила, не иди. это просто лишняя трата времени и денег. Пошла тут с такими этими психами пришла, что холодно, кушетки неудобные, вещи нема, куда-то на входе сидят. Короче, я хочу на скульптор поехать в апреле. да, да, она организовывает, конечно. Да, вот это, что организация все горят на высшем уровне. Тоже там Бряткова рассказывала свои истории за чемпионаты, так смешно было послушать. Ну, конечно, что же она не человек. Да, как нашла модель по объявлению, не, не модель, это у них была номинация салонное наращивание. И говорит, там пришла такая, она очки даже не снимала, пока на кушетку не легла. Солнце защитное. И говорит, пришла в оливковом пальто, и на нее все и говорили оливка. Потом то дайте ей попить, то сделайте ей кофе. короче, ну, типа такую звезду там включила, а сама ну, такое, говорит, как бомжевастенькая тетя такая. Говорю, главная подача себя. Ну, это наша модель. Ну, да. Потом она говорит, сделали ей ресницы, а не, ей не давали сразу пить, говорят, вы же сейчас начнете в туалет ходить. Она говорит, нет, не буду. Дали ей попить, в итоге она еще десять раз в туалет сходила. А это чемпионат, тут же каждая минутка дорога. У меня даже на редкие ресницы не хватило времени девочке сто процентов доклеить, потому что эта штрясучка не дает нормально работать. Этот и говорит, и тут она встает, достает свою косметичку и начинает красить глаза. сразу одна там какая-то судья вроде как сняла баллы за грязную работу, потому что там дали ей начали отмывать те стрелки, которые она поверх начала красить. Сразу сняли, а потом вернули те баллы, потому что это же салонное наращивание и это же не ее модель, которую она с дома везла. допустим. Не, ну реально это заплатил да, так она горит и плакала. Хотя это не Чапаренко Света как ездила на салонное наращивание, то я помню она говорила, что она в восторге была, типа что больше всего понравилась эта номинация. Я года три назад тоже была модель в Днепре тоже номинация салонное наращивание. Там девочка одна ей сделали ресницы, она встала и ушла. Тоже такое рассказывала, да. Говорит, одна раз так ругали вообще. Одна раз плакалась, что ей в какую-то хацапетовку ехать. Да, это наверное тогда была девочка там. Что она не успевает? Да, не успевает на автобус там электричка что-то такое. Это не МИД был чемпионат? Значит это за нее рассказывают. Харкомикс. А бывают такие, что хотят длинные по всему глазу? Я считаю, что клиенты в любом случае все идут через инстаграм, правильно? Они видят работу, да. У меня было недавно такой случай, и как девочка пришла. Она жила в Харькове, и это она недавно сюда переехала, и кто-то меня посоветовал. Она мне там выписывала, что она не может уже дождаться, как она хочет на ресницы. и тут она приходит, я смотрю, у нее широко посажены глаза, и она говорит, мне всегда делали лису 14 миллиметров, а у нее прям огромное расстояние между глазами, и глазки маленькие, как пуговки такие. У меня тут шок такой, думаю, как лиса 14 миллиметров еще на таких глазах. Ну я начинаю ее так переубеждать на хотя бы на натуральный эффект, но тоже вот, чтобы внутренний угол тоже был как бы где-то восьмерочка, не маленький, чтобы хоть как-то их сузить. И тут она начинает, у нее начинается такая трясучка на глазах, потому что она начинает говорить, что она хочет мега объем какой-то там 12D, что ей всегда делали, она не любит натуральность, что она любит, чтобы подымите мне веки было. Я говорю, ну вы же как бы видели мои работы, а тем более у нее были редкие ресницы. я понимаю, что если я Голливуд сделаю, она не увидит то, что она зажилала. А вот эти 12D я не делаю, я максимум 7D делаю. Ну короче, у нее тут такие нервы начались на глазах, и я не могу работать, и я понимаю, что она не успокоится. я говорю, короче, давайте делаем с вами один глаз, вы встаете, смотрите в зеркало, да, да, нет, 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 я снимаю ресницы, и все. Потому что я прекрасно понимаю, что такое быть неудовлетворенным. То она встала, посмотрела, то согласилась, понравилась ей. А когда два глаза сделали, и это не лиса, то она конечно ушла недовольная. не знаю, я допустим, ну как Спрятко говорила на эту тему, она говорит, я всегда делаю то, что хочет клиент. Типа ну если ей комфортно так, то типа я делаю. Не знаю, я так не могу. Если оно ей не идет, все равно люди ей не скажут, что ей некрасиво. Они спросят. другому. Она себя видит. тоже она говорит, что у нее там есть клиенты с вниз опущенными внешними углами. Что клей не работает? С вниз опущенными внешними углами и она им делает лису. потому что она себя так сексуально и чувствует. Как она сказала. Тут еще переступить себя надо, чтобы согласиться, конечно. Капли не гасит? Я ее вытираю. Какими ресницами работаете? А вот эти новые Diamond или как они не пробовали iBeauty? Я смотрела рекламу, это аврора, коричневые вышли, горький шоколад. Хочу заказать, попробовать. Ну а и бьюти для ленточников, да, хорошая, там лента такая липкая, хорошая. Товлекси, да, они же как для ручников рассыпаются. Аврора такая, и не липкая, и не нелипкая, такое что-то среднее. То пока что мне нравится. Все равно брак попадается, конечно, как ни крути. как и везде. Ну и со скульптором обидненько, да? Да. Такая цена. Такая цена, и закупилась много. Хотя работала я ими на этом, на обучении, и то нормально. такое чувство, будто бы отобрали коробочки. У самых лучших. Ну тоже они жаловались, что только партии начинаются увеличиваться. Качество теряется. У меня нет увлажнителя, у меня влажность стабильная всегда здесь. Не пробовали никогда себе? У-у. У-у. Это хотя отец отсоится, да? У-у. 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 не нужно можно капнуть попробовать и а носка но вообще не сыпется он мертвый так приклеил потом пробуешь например проходит там да ну допустим 15 минут ты не расцепишь она все пока новое наверное хорошая то они мне писали тоже ждет это после чемпионата типа как закрывай глазик как вам наши материалы говорю ресницы попробовала не понравились не а клей говорю клей как-то стремновато пока пробовать переходить уже на горьком опыте уже боюсь на что-то у нас 10 человек любого положения отличный вариант так и попробую реформу в субботу следующее ага рисковать один глазик готов в туалет хочешь как раз мы сейчас сфоткаем один глаз забыла сфоткать до чтобы потом почему фоткаю все чтобы потом смотреть на свои бока на свои ошибки разбирать их понятно когда ресницы мокрые от слез не фоткаю потому что она там все слипшиеся хлоргексидином начинаешь промакиваем они тогда распушиваются ну запробуй открыть ну запробуй открыть Вот так Продолжение следует...